Насколько бюджетно придется жить гражданам Ленинского района в следующем году? Какие статьи расходов будут сокращены и, напротив, на какие цели планируется потратить больше всего средств? Ответы на эти вопросы узнали жители Ленинского муниципального района на прошедших в историко-культурном центре публичных слушаниях по бюджету. Публичные слушания – это обязательная процедура и проводится она в соответствии с федеральным законом. Уже несколько лет рассматриваются бюджеты сразу на три года вперед. На мероприятии присутствовали представители местной власти, пресса, жители района. Первая хорошая новость – все, что намечено на будущий год, удастся реализовать в полном объеме. Бюджет на 2017 год у нас утверждается с дефицитом в 9,6 миллиона рублей. Это менее 1% собственных доходов. На 2018 и 2019 год бюджет утверждается сбалансированным. Этого удалось достичь в том числе и благодаря консолидации, то есть, проще говоря, объединению бюджетов поселений и района. Его результаты жители смогли увидеть уже в этом году. Отремонтированные дворы и дороги, появились новые социальные объекты, сокращен административный аппарат. Все денежные средства, которые в общей сложности в результате передачи полномочий влились в консолидированный бюджет Ленинского муниципального района, позволили нам, сообща, вместе с депутатским корпусом как района, так и поселений, сделать и добавить новые источники именно для нашей социальной сферы. Благодаря этим усилиям социальная сфера и в бюджете будущего года сохранит свое привилегированное положение. Бюджет района на 2017 год в полной мере, несмотря ни на какие трудности, сохранил весь объем мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, все выплаты и льготы работникам муниципальных учреждений. Более 70% бюджета выделено на образование. От года к году эти расходы растут. В районе каждый год открываются новые школы и число учеников за два года увеличилось почти на 3000 человек. Количество дошкольных образовательных учреждений растет еще более стремительными темпами. На сайте вы можете проследить эту динамику. За один только год в Ленинском районе открыто 6 новых детских садов, а число детей, которые их посещают, увеличилось более чем на 2000 человек. Это результат в том числе роста населения района. Мы четко понимаем и сегодня видим, какое количество жителей проживает на территории нашего района. Эта цифра была 112 тысяч, уже декабрьская цифра будет 119 тысяч, прогнозная цифра 140 тысяч. Безусловно, не учитывать эти тенденции невозможно. При формировании бюджета депутаты ориентируются на положение прогноза социально-экономического развития, потому что бюджет – это отражение экономики, муниципального образования. На территории муниципалитета она показывает устойчивый рост, что является еще одной гарантией полного исполнения бюджета. Максим Козлов, Константин Брылов, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.